здравствуйте друзья доброе утро сегодня день будней но пятница пятница у нас со светой сегодня не работница да и мы едем по живописнейшему freeway под номером один номер один мы мы собственно уже и сейчас на нем но мы пока он еще пока не живописный он еще пока не живописный пока не очень фривей то есть мы пока едем по городу санта-круз а вот буквально еще минутка другая мы выедем на этот фривей вот шамо циклисты пошли уже уже пацаны тут отдыхают вот мы выедем и живописненько так поедем у нас есть сегодня цель мы едем в национальный ну не зала калифорнийский парк стейт парк называется он она но его и в этом парке лежбище морских слонов вот так назовем слонов слоны эти чисто внешне похоже на морских львов но у них такой типа хобот но не длинный не длинный вы увидите мы скоро туда прибудем тут надо езды минут 40 вот не то что все 40 минут мы будем вас разговором разлегать нет но просто мы начали пути вот вы видите мы выбрались из города и уже на живописнейшем хайвее наверное вам солнышко слепит слева я так чувствую ну на праву нос океан слева давай я повернул вот так чтобы вам не так сильно слепила в эту сторону повернул а ты расскажи то что мы знаем про слонов светик про станок мы знаем с прошлого раза у нас есть уже один визит туда но там было ветрено ну вот на океан там положено там было ветрено и может быть немножко шумновато но мы уже там снимали наверное пару лет назад не меньше двух лет прошло я думаю что за это время наша аудитория удвоилась и в общем то вам будет интересно посмотреть мой и обычно там не стоит какой-нибудь энтузиаст волонтер со знаниями там биологии океанической и он рассказывает про этих вот слонов я буду за волонтеров ну хорошо да в общем вы на них посмотрите это довольно уникальное место чтобы туда попасть надо мало то что 40 минут сейчас проехать а надо еще пройтись пару миль там по этому парку вот так что посмотрим друзья посмотрим все это у нас еще впереди вот а у вас пока вот такая лепота ну давайте я немножко развернусь так ну что делать вот солнышко больше солнышком не команды правда нормально нормально слева океан вообще здесь очень-очень живописно есть я даже жалею свет что не пасмурный день был бы пасмурный крути камеры в любую сторону красиво красиво сельскохозяйстве но понимаете вот едешь и слева поля и справа поля и сейчас там чуть 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 дальше правее там горы пойдут вправо и там будут винодельни и мы там тоже снимали я уже не знаю где мы не снимали то в северной калифорнии да вы слышите такой звук это я наезжаю колесом случайно наезжаю колесом на под на полосочку белую справа если вы выглядитесь то и белая полосочка справа и желтая наверно вам желтую лучше видно так что слева они такие гофрированные но вот сейчас вот гофрирование такое идет это если ты едешь ночью например и засыпаешь малька вот и раз и наехал колесом и тогда она начинает шуметь трястись и ты просыпаешься то есть мне так объясняли назначение этой гофрированности давайте сейчас но я не хочу наезжать пока там машины навстречу идут вот друзья слушаем вот и знаете еще так щекотит снизу вибрирует прикольно да хоть и будний день а не то что вот мы на дороге были бы одни есть еще какие-то люди хотя на сказать что немного вы видите тут впереди один сзади двое двое сзади ваших нет казалось бы а мы в порядке едем никого не трогаем вы видите друзья справа ферму ну то есть такие сараи вот я вам говорю что это ферма называется нас манты и здесь вот можно прийти вы сейчас может быть не так заметно здесь можно прийти и собирать когда урожай собирать ягоды например а вот клубничка цветет справа цветет клубника ягоды лежат уже клубника пошла вовсю сейчас апрель середина апреля уже полно полно можем завтра поехать за клубничка да уже полно клубники этого года свеженькой кромкой красота красивым красивым слева океан вы видите да ветрено слушая это вот то самое место где ребята на воздушных змеях катаются называется как это называется это да кайтинг да немного их там буквально волны сумасшедшие волны волны хорошие да мы тут снимали на самом деле мы снимали когда было много серферов вот этих вот змеевиков да сейчас сейчас скромненько может быть скромненько в частности потому что будний день знаешь все-таки люди работают а тут так у меня субъективное ощущение шоу серферов нет рабочих дней если вы хотите жить так чтобы у вас не было рабочих дней вы становитесь серферами оба творить цветет все красиво очень весна весна идет весне дорогу вот думает мне не мешает мы нам нам весна дорогу по по дороге едем вас развлекаем я надеюсь просто вот такая весенняя калифорния слева открылась наверно вам не видно слева открылась тут такое океанс океанская невероятного цвета вода какая-то она до свет да да причем вот по этой же дороге доехать до хакмонбэй там вода совершенно другого цвета ну вода меняется в цвете я думаю что это значительной степени это зависит от неба наши небо отражается в воде небо одно и то же вот если ехать по этой дороге туда вот клубничку продают вот стоит лоток слева торгует клубникой может быть не только мед и клубника да надо было бы заехать но может быть на обратном пути если будет хотя сейчас уже два часа пол третьего друзья я боюсь что в половин третьего ничего не будет наиболее оживленная придорожная торговля случается по выходным когда здесь действительно гораздо больше транспорта движется вообще по этой дороге это два дорога номер один если ехать ведь на юг вы приедете до сан-диего если ехать на север вы приедете в сиэтл такая очень интересная дорога она изумительно живописная вот иногда люди спрашивают вот что посмотреть в калифорнии а вот проедься по этой дороге по ней ежегодно проезжают миллионы туристов не тысячи не десятки не сотни тысяч а миллионы многие миллионы туристов едут вот по этой самой дороге где мы с вами сейчас проезжаем и может показаться что вроде нет миллионов то но момент такой вот просто еще лето еще не наступило такой сезон отпусков каникул вот мы едем в апреле тоже какое движение присутствует это одно из таких туристических хочется сказать attractions туристических мест таких вот мест куда стремятся туристы вот проехать по этой дороге в частности а если поехать за сан-франциско туда немножко то мы попадем в такое место называется форт роз там где было когда-то поселение российская снабжала провиантом на колонию на аляске до тех пор пока колонию на аляске не продали так вот вот такая интересная дорога номер один что у нас тут пишут коустом аксесс то есть где-то тут слева можно до берега добраться не понял где да тут местами вот так едешь и вдруг бах запарковано несколько ну да вот здесь слева есть парковка прямо запарковано несколько десятков машин и так они через эти холмы там бубу бух как-то по тропам не знаю на на пятой точке съезжают какие-то да да ты знаешь что там действительно вот там настоящее место где они катаются на своих воздушных земель сильные мы сейчас глянем мы мы могли бы даже остановиться я просто боюсь что мы опоздаем к нашим морским львам мы есть только на обратном пути надо если бы раньше выехали может быть мы бы успели и то и другое но никакой такой нет спешки кроме того мы действительно здесь снимали и наверное даже не один раз и не два так что-то туда не выскакивают с поворота да да нет такого места где не ступала нога канала голос силиконовой долины вот тут их реально много хорошо видно на обратном пути если они на обратном пути будут присутствовать до 1000 солнце вот тут друзья слева они у нас ох много касатики на обратном пути хорошо они как раз пара ну на обратном пути это может быть да 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 может быть часов 6 уже мы поедем обратно в этом месте будем приезжать я честно сказать друзья не знаю что вам видно но так вот то что нам видно очень симпатично да а вот как раз вот эта парковочка где вот эти наши серферы змеевики паркуются и вот они тут вовсю вовсю упражняются так что будете в калифорнии проезжайте вот по этой дороге и так вы их сразу увидите ох ты же океан какой суши уже вода изменилась ты уже изменится свет воды и совершенно замечательная справа такая стена да это как бы не осыпалась вот у меня такое ощущение наша первая моя мысль если осыпется то вот стенка мало не покажутся поставили сетку и на дожди были и на ней видны вот такие садики моем не такой если по-серьезному осыпется никакая сетка не поможет сетка это если мелочь какая пузатая а если так от души совершенно другого до зеленая стала ты понимаешь океан океан друзья вот такой смотришь на него смотришь сколько сколько не смотри все меняется я уж не говорю там если раз в год прийти или даже раз в день там на 15 минут уже все другое но даже вот так движешься казалось бы никого не трогаешь сан-матео каунте мы въезжаем сан-матео каунте а там был наверно санта-круз да сан-матео каунте гигантская если задуматься о тем сколько там гор у нее на территории всяких нежилых мест неужели да неужели да ты что тогда все я а я думал часто выключим и будем уже потом нет друзья а тут справа органическая ягодная ферма я честно говоря не вижу ни ягод не не чтобы их продавали но написано было ограни органическая ягодная еще там было слово киви так а теперь я слева пытаюсь понять где въезд в парк обычно там знак стоит какой-нибудь мы видим тут я еще вы приехали сюда а как же мы так приехали чтобы не было знака никакого до нью-йоркс крик роут номер один ну ладно получается так что мы не приехали так как мы думали ну давайте ехать дальше я адрес поставил единственно что на этом адресе свет не было номера дома потом на карте было скажем номер один вот еще написано да это все еще свантом а он там точно поля и там видно ягоды издалека и написано юпик вот можем пойти если друзья если нас не пустят к зверью вот она но его стоит парк налево покажет стрелочкам следующим мы тут нас не проведешь вот так мы тогда пойдем клубник собирать тут одно из двух для прогадать нельзя прогадать нельзя и я подозреваю что это прямо вот тут точно вот написано она но его стоит парк и двойная сплошная вот это интересно блин если очень надо так можно вообще вот так вот парк этот вам солнце в глаза слепит но друзья историческая правда дороже мы едем а почему написано было написано она но его такой дизайнерский знак сейчас там у входа будет девушка что-нибудь она нам скажет неужели с нас деньги возьмут с нас возьмут сейчас деньги друзья так что тут пишут 10 долларов за паркинг два ну да вы Субтитры создавал DimaTorzok